Как сообщает русскоязычный портал MixNews, ELF, на днях министр сообщения Латвил Ди Салгулис заявил, что несмотря на некоторую переориентацию в сфере грузоперевозок, Россия продолжает оставаться самым крупным и ключевым партнером Прибалтийского государства в данном секторе. В настоящее время на долю Российской Федерации приходится более 70% общего потока грузов. В данный показатель входят также показатели перевозок с Китаем, поскольку китайские грузы направляются, преимущественно, через территорию России. Как отметил Улды Салгулис, благодаря участию российской транспортной компании, трансконтейнер в октябре прошлого года был запущен, первый тестовый контейнерный состав по маршруту, ИУ, китайский город, Рига. Протяженность запланированного маршрута составляет около 1060 километров. Также министр сообщений о Латвии подчеркнул, что они прекрасно находят общий язык с российским министром транспорта Максимом Соколовым, что весьма способствует плодотворному сотрудничеству. Несмотря на антироссийскую политику властей прибалтийских стран, и постоянные призывы к введению новых экономических санкций против России, бизнес-сектор прибалтики по-прежнему остается чрезвычайно зависим от России. Продолжение следует...